Знаете, я стою на такой позиции достаточно логично и просто и элементарно, да? Я чту закон. Поэтому все то, что делает президент, СНБО и так далее, должно корреспондироваться с буквой закона. Не знаешь, как поступить, поступи по закону. Потому что транслировать вот такие месседжи о том, что эти каналы рупор или там нарративы, Россия, можно, безусловно. И в политическом обиходе однозначно это допускается. Но с точки зрения юридических действий и последствий, нужно руководство немножечко другим. Вот только что в этой студии говорили о причинах, почему не объявили войну и что нужно сейчас адаптировать, ну Игорь во всяком случае об этом говорил, адаптировать законодательство и быстрее это делать. В чем он сомневается, что это быстро будет сделано. Так вот, я вообще считаю, что адаптировать под задачи текущей политической повестки законодательство вообще вредно. Потому что задачи меняются и тогда мы точно будем все время адаптировать законодательство. Я предполагаю, что в 2014 году оснований для объявления войны, да, добрый вечер, оснований для объявления войны все-таки не нашлось, к сожалению. И поэтому это все превратилось в то, что превратилось и так это длится столько лет. К сожалению, я вот удивлен, до сих пор не понимаю, почему наши сегодняшние и вчерашние из 2014 года партнеры Соединенных Штатов не выложили и не оприлюднили там объединенных нациях, там, где угодно. Снимков спутников о том, как входили, как, что делали наши восточные соседи. Для меня это пока вот как бы секреты я ответил не получил. Тут проладало від Горковинки, який уже пішов, власне апеляция до оппозиционного блоку, политической силы, яку вы представляете? Да, от пана Межниченко, мовляв, это в интересах, в частности, группы Рината Ахмета, вот, зупинение этих телеканалов, все перейдут на Украину, 24 телеканала Украины. Ну и взагалі, так звучало, что не важно. Можно сказать, у вас рейдинг вырастет, да, поэтому однозначно я не вижу, ну, как бы вам сказать, оснований четких для подтверждения этого месседжа, этой догадки. Во всяком случае, я, например, вообще считаю, что вот то, что происходит сегодня, ну, вот, судя по настроениям, которые мне подсказывают мои коллеги, с которыми я знакомый, с журналистского цеха, что коллеги из УПЗЖ не особо в печали. То есть они сейчас, ну, за малым не хлопают в ладоши. Поэтому я не знаю, какие будут последствия. Я, например, сегодня утром высказал предположение, что могут по суду отменить это решение. Но это гра в довгу, это не швидкий, все равно будет процесс. Я понимаю, я понимаю, но все равно в данном случае запрос на смотрение этих телеканалов в Ютубе, во всяком случае, резко выросла. Ну, знаете, я еще раз говорю, давайте действовать по закону. Если основания есть, нет вопроса. А вот если оснований нет, то это может сыграть в обратку и дать обратный результат от того, что хочет офис президента и с НБО.